вас приветствует канал hero s russia город санкт-петербург друзья сегодня приехал к нам в зал наш друг наш подписчик из тюмени большой человек видите даже камера не помещается игорь владимирович председатель нашей федерации передаю вам привет вот добрался до санкт-петербурга и встретил здесь в этом зале сами знаете видите кого легендарного рашида создателя открывателя этого канала на котором если здесь я волнуюсь просто не волнуйся ты расскажи просто как ты пришел тяжел атлетику чем ты занимался до этого занимался боксом всегда занимался с чем-то вот и в один прекрасный момент случайно наткнулся на подборка в ю тубе наткнулся на ваш канал вы кого-то там восстанавливали после операции какую-то девушку какую-то девушку с какой-то девушкой вот наташа да 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 и все потом начал я смотреть просто кто вы что вы сказали что вы мастер спорта советского союза по тяжелой атлетике но что такое тяжелая атлетика в советском союзе это старая школа а мне нравилось почему это сила скорость и гибкость все и я начал повторять то что вы делаете у меня стало получаться пришел в федерацию сказал что я хочу заниматься и тебя в таком возрасте федерация да я приняла но это классно что такая у вас как это классно что такая федерация вы лучше многие ребята мне пишут что им по 20 лет или по 22 их не принимают зал но это глупость я считаю зал должны всех принимать наоборот люди должны радоваться что приходят к ним зал про это более того я в ноябре этого года выступали на открытых областных соревнованиях в категории плюс 105 надеюсь там какой сейчас результат у тебя но пятнашечку я рву и если кура жнуться 30 . толкнул красавец вот я надо толчок подтянуть да да я хочу хочу сделать 130 на соревнованиях порвать и 150 хочу толкнуть и буду как и мастиком отлично молодец сам я занимаюсь в спортивном комплексе восторг у своего друга пака евгения передаю ему привет же комикс не сбывается значит у нас один из немногих залов которым есть профессиональное оборудование на помосты там взяла много вообще залов тяжелоатлетических вот не считая федерации 2 не считая федерации 2 этого тиска восторг это же не другом евгения пока вот и получается еще один зал я уж не помню как он называть его там помостики декоративные настолько что я думаю больше 60 килограмм просто 60 килограмм не дадут поработать вот естественно федеративно федерация это большой зал это больше 30 помостов ух ты хочешь грифов блинов там работой нормально тренер хороший адекватный вот дети ходят да да там очень много я значит занимаюсь каждый день кроме воскресенье воскресенье баня массаж вот а дети ходят там у нас получается каждый день группы в первую смену во вторую смену вот его очень вообще вот благодаря вам благодаря тому что вы делаете популяризация именно тяжелой атлетики как олимпийского вида спорта который дает здоровье и прививает это морально-этические составляющие вот эти все данные присутствуют в спорте он на высшем уровне и а вас знают у нас в тюмени 600 тысяч населения знают все спасибо ребят тюмень привет тюмень там ребята я знаю все какие вот отлично так что сочи сказать я сейчас на куражах не могу мурашки идут я уже хочу разбираться давай разминаемся и я хочу посмотреть как техника у вас какая тюменьская тюменьская школа советского школа там или какая но мы стараемся быть повторять выполнять то что вы даете это поэтому я надеюсь что у него будет школа юрей сразу отлично я сегодня посмотрю как ты работаешь и может быть что-нибудь поправлю а может быть наоборот что не еще возьму гибкость у тебя классно у тебя всегда такая была ты когда пришел сначала не мог да все вы рассказывали как ремнями в бане да да все это испробовано на практике на действительно все работает и у кого нет гибкости делать то что говорит рашид у вас она появится самое главное делать то что он все у вас будет работать на меня посмотрите я был очень сейчас мне вот это же движение ну так вот ну ты сам чувствуешь что тяжелая атлетика тебе дает вообще тяжелая атлетика мне дала все то же чего я не смог получить не в пауэрлифтинге не занимаясь боксом она мне было все именно то что мне надо скорость тела если я хорошо тренируюсь если хорошо выкладываюсь у меня на следующий день болит даже за ушами это вот трапеции ну вот даже а ноги узко ты сразу начал ставить нет я разные так лучше всего дать тебя на этот самый старт который дает возможность запустить всю круглую мысль после того как я прохожу колени начинает работать спина подрыв естественно я делаю разножку покажу да 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 то есть ты разные испробовал о чем я и говорил что у каждого каждому надо свое не надо за кем-то повторять каждого свое индивидуальное тело индивидуальное все еще раз повторю да делайте то что он говорит было сказано проверьте попробуйте так-так-так выслушайте свои тела и примите соответствующие решения конечно я так и сделал так-так-так-так и пришел вот к этому до пускай остановки ног и относительно высокому статку то есть я стартую стартуешь спиной а именно тогда мне это нормально ты снимаешь ногами да вот так вот раз ты сколько занимаешься желудочек так сколько один год один года и ты уже 115 рвешь это школа самчик да у тебя физическая сила вот что значит сибиряки тяжело это воля просто я занимаюсь на протяжении года каждый день но ты пору лифтингом тоже занимался то есть физическая сила у тебя была она была но она же была вы ждете что такое повысить медленные мышцы другого я был такой медленный я я порвать-то не мог потому что стабилизирующие мышцы отвечающие за прием болтала тебя не то что болтала я падал постоянно а сейчас все по-другому вообще класс молодец это за год тут у тебя такие результаты но уже каждый день каждый день кроме воскресенье воскресенье у меня баня иногда массаж да иногда и баня и массаж меня очень сильно поддерживает моя супруга катя милая привет тебе моим детям миле и папа на телевидении она не очень поддержит она мне помогает всегда идет меня навстречу дает мне возможность в общем но это классно это вообще классе или алексеев говорил давно чтобы никто не мешал тренироваться конечно вот она делает все чтобы мне никто не мешал тренироваться она дает ли возможность каждый день два часа уделить тяжелой атлетики вот это жена молодец а другая жена например есть говорит не ходи сидит возле меня лучше пиво пей там или футбол сегодня у тебя что по плану сегодня чтобы не таскать ежедневники отфотографировал ты мне скажи на слова хорошо по плану сегодня у меня рывок в полуподсед связочка да рывок в полуподсед плюс приседания в рывковом хвате 75 процент 70 75 и 80 процентов от максимума от максимума потом начну меня тяга толчковая плюс взятие на грудь тоже связочка до тоже 80 процентов максимум и приседания на груди момент 75 процентов от максимума и заминочка тройные прыжки тройные прыжки да ну еще я добавил тебе гиперэстензию пресс я гиперэстензию пресс дают после каждой тренировки а это просто обязательно я же это помню поэтому даже не говорю об этом а понял а я как бы само собой разумеющийся молодец грудь вперед чуть-чуть заваливаешь заваливаешь? немножко а как это? как это? так заваливаешь ну просто сесть в правильную голову держит прямо но у тебя голову хорошо держишь ты теперь опускаешь вниз выбранник я боролусь с этим а не знаю что я опускаю я опускаю с ненечкой вверх 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 но на самом деле я выстроил сейчас все бизнес процессы таким образом чтобы я занимался каждый день тяжелой третикой у меня время вот с 11 до 2 часов дня в этот промежуток времени я занимаюсь я сходил сдал гормон наряд мне сказали что у меня хороший выброс гормонов происходит именно в этот промежуток времени и надо в этот промежуток времени успевать тренироваться и я как бы все подставил так, чтобы именно в тот же время тренироваться. Сам спорт его выстроил, его распорядок дня. Вот я хотел, да, вы правильно абсолютно подметили, что он систематизировал мой образ жизни таким образом, за что я хочу ему сказать, спасибо, да, у меня есть теперь режим, есть режим, благодаря которому я, собственно говоря, и успеваю, это больше и лучше продукт КПД. У меня КПД, то есть я не украл себя у семьи или себя у работы. Нет, я просто стал... Дисциплинированным стал, понимаешь? Дисциплина во всем, в питании, во всем, во всем, в тренировках, в жизни, понимаешь? Становишься дисциплиной. Давай. Остановочка возле подрыва, ты делаешь на доли секунд остановочку. Это у всех такая беда, а у новичков. У великий человек, почему? Остановочка, чик. Ты не останавливайся сразу. Как это сделать? Как это сделать? Просто сразу продолжать. Вот ты, например, тянешь, да, не останавливайся, ты начинаешь о подрыве задумываться. Да. Ты не останавливайся. Ты чуть-чуть, чуть-чуть штангу выводишь на себя и здесь подрываешь быстро. И все. Просто не делай этого. Не думай о подрыве. Думай, как быстро подвернуть локти. Выходи на носки, подворачивай, быстро под штангу кидай локти. И подставляй грудь под штангу. Не на себя штангу тяни, а грудь подставляй. И лови ее на верхние пучки плечи. Обязательно. Не на ключице, как некоторые ловят на ключице. Ты передавишь сонную артерию. Нельзя это делать. На плечи лови штангу. Не останавливайся. Подрыв. Хорошо. Неплохо. Сейчас было неплохо. Подрыв. Хорошо. Я очень сильно жалею о том, что пришел слишком поздно, на мой взгляд, в тяжелую атлетику. Слишком поздно, не с той точки зрения, что со здоровьем, а вот именно с той точки зрения, чтобы вытянутый листал. Ну да, чтобы уже большие веса у тебя, где более, позволяет твое телосложение. Да, но я надеюсь на то, что я среди ветеранов, после того, как я выиграю в область, я поеду на Урал, на первенство Урала в Екатеринбурге. Я надеюсь заявить о себе, выполнить мастера и займу первое место в категории 105. Плюс я даю слово, что я на пьедестале. Скажу, что эта победа принадлежит Рашиду Ицаеву. Спасибо, мой друг. Я буду ждать. Я так и скажу. И везде об этом буду писать, что тренер у меня Рашид Ицаев. Спасибо. Это вам спасибо. Не тормози, сразу вверх кащи, сразу. Хорошо. Что там, разминки и растяжки? Ага. Провожу в зале полтора часа. Ну хорошо, правильно. Полтора часа. Это профессионально, я говорил уже, когда профессионально, 2,5-3 часа проводишь, когда профессиональные тренировки ведешь. А так, да, если по любителям, полтора часа достаточно. Да. Это у тебя получается 4 упражнения. Вместе с прыжками. Вместе с прыжками 4 упражнения. Нормально, нормально. Вот иногда я еще, тренер у нас есть 2-3 дня, это так он называет какие-то там подводящие упражнения. Это трапы, потом вот эти ваши длины. Да, да, да. Вот и что там еще? Да подводящих у нас валом тяжелоатлетики. Их надо по-любому делать. Да, я просто весь план не вижу, который он расписан. Он мне по неделям дает. Вот поэтому, да. У тебя еще куча много, всему надо уделять внимание. Скажи, у тебя самое любимое упражнение? Любимое упражнение? Когда ты начинал рывок, конечно. Это вот даже ты мог бы ничего не сказать. Все новички любят рывок. Рывок, да. Толчок не любят. Но запомни, кто толкает, тот побеждает, как говорил Василий Иванович Алексеев. Потому что надо много толкать. Толчок дает огромную мощь. Понимаешь, словно? Рывок у тебя это техничное скоростное упражнение, координационное, красивое. Но толчок не хуже, чем рывок по красоте. Но сейчас большая беда в сборной и везде, где я на соревнованиях бываю, очень огромная беда толчок с груди. Не умеют толкать. Советская школа учила толкать, сейчас не умеют толкать. Но то ногу прямо держат, то вверху их болтают. Я даже видел ребят, которые возвращаются после ножницы, с передней ноги. С передней ноги надо возвращаться. А, с передней ноги? Да, не с задней. Не с задней? Не, не, не. Возвращаются всегда с передней ноги. Если ты с задней будешь возвращаться, тебя наоборот вперед штанга завалится. Ага. Впереди никогда не стоят. Когда со штангой работают, впереди не стоят. Это как зеркало. Мешает. Не, у тебя взятие на грудь хорошее. Но вот эту остановочку, тебе надо убрать этот барьер. Надо почаще брать свиса, сплинтов работать. Почаще, да? Да. Тогда у тебя этот барьер пройдет. Ты задумываешься и останавливаешься возле подрыва. Концентрироваться? На доли-доли секунд. Это заметно. Тебе это не заметно. Но когда со стороны, это очень заметно. Ты на доли секунд. Но это не только у тебя такая ошибка. Все, кто начинает заниматься, все такая ошибка. Потому что вы думаете так, как же сделать правильный подрыв. И у вас тут эта остановка. Ясно. Хочу сказать вам еще одно огромное спасибо за подсказку в растяжке. Вот когда мы приседаем фронтально, была беда, я не подворачивался в самом начале. Совсем был деревянный. И вот вы в одной из программ учили какого-то накачанного товарища приседать. И дали ему подсказку именно в работу лямки. И благодаря вашим лямкам я приучил мышцы своей, вот эту вот группу, которая держит штангу, приучил ощущать. Правильно держать. Не так, как билдеры делают. Да, 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 вот эти билдеры делают. А потом уже баня, естественно, все эти растяжки дали мне возможность работать в приседе. Сейчас вот так. Давай. Жестко в спину держим. Хорошо. Сколько у тебя лучшие приседания на груди? Ну, я не лезу до максимума. 50, 150 делаю. Да, но я, может быть, больше могу. Не, не, не надо больше. Не надо, правильно ты делаешь. И тренер твой правильно делает. Он, да. Потому что, смотри, если ты, например, 130 всего толкаешь, ну, зачем 200 на груди приседать? Ну, зачем, объясни, ломать себе ноги? Вот я сейчас тебе хочу сказать другое. Я без камеры тебе начал говорить. Когда я был молодой, да, я 230 всего приседал на спине. 205 толкал. 210 приседал на груди максимум. Сейчас я 250 приседаю, представь, и толкаю всего 140. То есть, когда возраст у тебя перевалит за 45, у тебя наоборот будут силовые, там, тяги, приседания сильные, а классика будет падать. Все наоборот. Когда молодой, у тебя классика мощная, скорость, все, гибкость. А силы мало. А когда взрослеешь, наоборот, силы много, а скорости мало и гибкости, понимаешь? Все наоборот получается. Понимаю. Согласен с вами. И вот эти вот даже 150 килограмм мы к ним подошли только для того, чтобы можно было разработать процентное соотношение. Вот ты 150 когда будешь толкать, тогда ты будешь уже приседать 170-175. Все. Не надо больше лазить. Спокойно. Вот ты и так будешь расти сильный, понимаешь? Просто зачем свои связки убивать, там, колени. Совершенно верно. Я хочу заниматься этим всю свою жизнь. Поэтому, да, поэтому страхую. Вот молодец Илья Айлин, ты видишь, он выступил на чемпионате мира и отдыхает. Он не рвет себе ничего. Он восстанавливается, потому что он хочет, как он сказал, выиграть 4 Олимпиады. И если он будет в таком режиме заниматься, он выиграет. Ну, Илья Айлин, это уникальный, согласен с вами. Уникальный парень, да? Уникальный. Устал? Немного, да? Ну, давай, пожелай ребятам, подписчикам, пожелай. Что от души сам там желаешь? Я хочу вам пожелать от всей души, прежде всего, терпения. Терпения и помнить о том, что ничего в этой жизни не бывает просто так. Абсолютно ничего. И очень быстро. И очень быстро, да. Нам нужно идти к той цели, которую мы перед собой подставили. И самое главное, это очень главное, акцентирую на этом ваше внимание. Слушайте старших. Ибо они прожили жизнь и желают нам, молодому поколению, благо. Они думают о будущем. Мы думаем, к сожалению, большая часть о пепсе, о бульгумах, о кино, о каких-то там непонятных, на мой взгляд, ценностях. Они думают о нашем поколении, о нас с вами. Поэтому Рашид, делая подсказки, говоря о чем-то, предостерегая вас, желает вам добра и здоровья. Смотрите канал Юрейс Раша и занимайтесь спортом. Тяжелой атлетикой. Спасибо огромное. Я очень рад, что ты приехал и что мы встретились. И я надеюсь, это не последняя встреча. Я тоже в это верю. У меня раз брат здесь живет, я буду чаще сюда приходить. Теперь я знаю, что можно сюда приходить и можно с Рашидом здороваться за руку. Не знаю, как у вас по отчеству. Да не надо отчества, у нас нет отчества. У нас на ты. Я вы не знаю. Это тоже для ребят я скажу. Там некоторые мне пишут, поэтому у нас вы слова нету. Понимаешь? Спасибо, все, до встречи. Пока. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова